Ко мне пришла группа музыкантов, просили меня их выслушать. Их идея, ну, хорошие еще музыканты пришли, была в том, чтобы создать оркестр, и чтобы дирижером его стал я. Вот так. Сначала как-то я так подумал, как это можно сделать. Тогда они мне стали говорить о каких-то там банках, которые вроде что-то могут, тут есть какой-то знакомый. Я бы сам ничего не сделал. У меня были друзья, которые не то, что помогали, собственно, они практически все и сделали. Главное, что оркестр был создан. И что оркестр дал концерты, которые сразу произвели бум во всем мире музыкальном. То есть начало было весьма бурно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Каждый инструмент со всеми кнопочками, точечками на бумагу такую переводную Калька называлась, на которой так все можно было Вырезал, садил свои игрушки Дирижировал А я и папа были зрителями, слушатели Для него было все равно Фортепиано это, и это оркестр, но это музыка 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 Если в одном веке, скажем, есть потребность в диктаторах, положим Какие-то совершенно смешные фигуры, совершенно комические на самом деле Но с замашками диктаторов действительно становятся лидерами нации Их посмотреть, ну что такое Смех вызывает У теперешнего поколения Сейчас вот они бы появились и просто обсмеяли бы Время другое И оркестры тоже, смотрите, раньше были такие, как Тосканини И так далее Дирижеры-диктаторы Сейчас попробую с этими диктаторскими манерами Где угодно В Америке или там В Европе Если это зажать Тут же там профсоюз там начинает Тут же вступать Начинает это вот задиришеть, задирижер, ну-ка давайте его отсюда Уже все, все закончилось Вы громче можете играть это место? Да, громче Вы можете тише играть это место для начала? И каждую Как вы можете играть вместе, в чем дело? Ну вот такое ощущение, что не переживайте Вы можете заниматься Такое ощущение, что вы не вместе играете просто Слушайте трубу, играйте с трубой все равно не совпадает и до конца папа 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 до конца хоть хоть стоя играйте не знаю что-то было громко очень это выключить цветом свет уберите пожалуйста свет так меня свечет я перестаю соображать у меня гипнотизирует все хватит поснимали сегодня достаточно мешает а а а а и и и и и После этого, после пары каких-то дурацких гастролей, чтобы заработать деньги на улицах Италии, где-то в каком-то стадионе, последовали, ну какой-то момент был, такое приглашение уже во все крупнейшие залы и так далее, и так далее. В общем, оркестр постепенно и довольно быстро набирал популярность, рейтинг. Нельзя, понимаете, вот уже все настолько безошибочно, на уровне хорошего провинциального оркестра, раз получилось, нельзя. Вот эти технические вещи должны в нашем оркестре, ну просто вообще никакого, тем более, ну что здесь заструдно. Субтитры создавал DimaTorzok 1,5, сыграйте пока не получится. 2 Еще раз. 1,2 Еще хуже. вот первый раз получал сколько раз вы плохо сыграли 6 значит еще 50 раз на церковь как меня учили летать до 5 хороших посадок подряд тогда значит идешь на сон опять подряд не получаете значит еще раз тренироваться это было интересно но из тех кто был тогда уже великий был рихтер был я стоялся на все концерты рихтера попасть конечно для меня он был богом вы говорили кажется о бетховенских программах не только я принимал все что он играл мне было что на безразлично соответствует ли это каким-то стереотипом и чем меньше ты соответствовать мне было просто интереснее тем больше я увидел насколько вот свобода творчества и индивидуальности вот своих рамках своего представления могут создавать шедевры вне зависимости от каких-то уже закостеневших рутинных надоевших традиций было похоже лицезрению монт-блану когда открывался это тучи разверглись и вы увидели вот такая гора есть там рихтер заканчивал свои концерты с тучи снова сгущались мы видели то что перед нами небольшие холмики там побольше поменьше а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Горовиц для него был, так сказать, кумиром в свое время. Он же с детства слушал записи его. И неудивительно, что для него встреча была большим счастьем. Он, например, балладу он выучил. Он же слушал в исполнении Горовица, и он выучил просто без нот. Он мне сказал, нельзя всех отсюда выгнать, я вам тоже туда поиграю. Я эту просьбу тут же передал. Кто-то там замахал руками, маэстро просил всех уйти. А в доме Чайковского дверь, знаете, две. Внизу лестница. И все вышли в одну дверь. И они все пришли в ту же комнату, только с другой дверью. Переливание произошло. Но Горовица при том, что больше не волновало. Он действительно сам сел за роялькой, потому что он до этого отказывался садиться за роялькой. Он сказал, я не играю на чужих роялях. Он смотрел все время на меня и говорил какие-то рассказы из своей жизни. Думку играл немножко, потом какие-то ноты стояли там Рахманину. Он даже и легию сыграл. Я уже родился в эпоху поздневесенней оттепели. И мне уже не пришлось бороться с этими трудами. Тем более в моем детстве на это мы все не обращали внимания. Меня вообще эта сторона жизни не интересовала. Я ничего и не знал. Это уже потом, иначе что-то такое понимать. Да и то я могу сказать, что в наше время мы уже мыслили достаточно свободно. И уже как бы все все знали. Но все равно и на кухнях, и даже в открытых местах могли спокойно говорить то, что думали. Какая-то опасность вот этого, как называется, Лубянки не так висела над нами. Над некоторыми, да. Но действительно было, действительно, что-то нужно было такое приступить. Ну, в общем-то, я больше занимался музыкой, чем политика. Меня мало так интересовало. ПЕСНЯ Вот вы меня все спрашиваете, всякую такую вот, да, все замечательные вещи, что вы меня спрашиваете, но это как бы в прошлом. Современность вас волнует меньше. А почему? Я должен сознаться, что я всегда стремился не только к одному роялю, а именно стремился писать музыку и дирижировать, то есть появлять себя в разных апостасах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если говорить честно, то я не причисляю себя к людям, которые, как выражаются, родились с роялем или со скрипкой в руках. Я вовсе не пианист в этом плане. Я пианист, может быть, с силой обстоятельств. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Музыка Музыка требует времени и требует пространства, времени для осмысления. Сейчас люди живут в таком мире, особенно в последнее время, когда у них ни пространства, ни времени уже нет. Временное обдумывание чего-то меньше. Поэтому сейчас люди довольствуются такой музыкой, которая просто соответствует этому ритму, а вдумываться в том, что внутри этой музыки происходит, людям некогда. Поэтому вся музыка сейчас, которая нравится человечеству, я имею в виду большинство, это такая очень ритмичная музыка, не заставляющая не думать ничего, а лишь поддерживающая тонус, гальванизирующая, так как, скажем, прикосновение ножа гальванизирует лягушку, чтобы она дергалась. Точно так же люди приходят, чтобы от музыки дергаться. Точно так же люди приходят, чтобы она дергалась. Точно так же люди приходят, чтобы она дергалась. Один из школы говорил, что это школа, а другие говорят ад. Скорее на школу похожим. Ад это как раз здесь. Ада не существует. Все думают, что это вот история, что существует ад и рай, что хорошие падают справедливость на небе. Мне кажется, что это не совсем так. Видимо, там всем хорошо. Ад находится здесь, и, собственно, и школа-то находится здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Я даже скорее могу себе представить, что тот человек, который себя здесь очень плохо вел, в качестве наказания его отправит снова сюда. То есть обратно к нам на землю? Именно. Вот в ваших фильмах любимых, там есть такие вот сейчас игрушки, какие-то зверьки, которые убивают людей, так могут прирезать запросто. Я видел такие фильмы, это вот из той области. Нет, я был мальчиком добрым, меня это жестокости такие не привлекали. Да и время другое было. Это я считаю, что у Бетховена симфонии. Ну, правда, может быть, не сразу, а постепенно, в той или иной форме приближаются к девятой симфонии. И радость для Бетховена имела в себе оттенок и момент религиозный. Религия и радость. Радость и религия. И когда мы читаем стихи Шиллера, то написано «Готтер фунген тёхтер аус элизиум» – «Дочери рая». Опять радость, она связывается с раем. Ведь последняя часть называется «Радостное и благодарное чувство». Кому благодарность-то приносить? Опять же, Богу, понимаете? Наоборот, успокоиться. Попробуем ещё раз сам вот отсюда. Я здесь дирижировать не буду, сами. Тишина, простор, горы, ничего не происходит. Вообще, собственно говоря, все попрятались после этого. Вообще никого нет. Ну, кто останется? Миша был подан желанием создать настоящий оркестр. Не просто оркестр создать, а создать первоклассный оркестр. Я помню, в поездках, когда я с ним была, он часто говорил, что я из вас сделаю первоклассный оркестр. Ну, многие так, знаете, не верили в это, думали, что ну, где же там всё-таки такой оркестр создать вот так. Замосл это огромный. Ну, так всё и получилось. Замосл это огромный. Теперь послушайте. Проблема начнется в том, что фортиссимо, несмотря на то, что должно прибавлять что-то к этой теме, оно, наоборот, её ослабляет. В том плане, что, например, первые трипачи очень прилично сыграли, затем сыграли вторые. После этого, например, совершенно неинтересную музыку, ради чего-то, за что боролись, понимаете. До фортиссимо дошли, оказалось, что фортиссимо-то жизни у нас и нет с вами. А дыхание, мелодия, остаётся всё равно, всё время, всё гвоздить обязательно, это не совсем незачем. Просто вот... Просто как бы вот такая соборность должна быть. Вы вместе-то спели. А все остальные там... Не надо этому мешать. Давайте-ка споём сначала тех, кто там это поёт. Пожалуйста. Если я сделаю такие вот дурацкие, удобнее, потому что, ну, таран, я-та-та... Может, не сможете, не знаю. Ещё раз. Может, поможет. Детский сад какой-то, на самом деле. Ну да. Значит, детский сад сработал. Яйца подействовали. Плохо знаете классику. Помните, распевается там, как это самое... А-а-а-а... И яйца бьёт... Ну да-да-да. И там заглядывает мама, в конце концов, когда это взяла. Как её звали? Дочка-то была. Ладно. Леонид. Типа-дам. Аминь. В общем, все хорошо. Единственное, что меня беспокоит. Может быть, вы играете неплохо, но по вашему виду не видно, что вы играете тему. Вот хотите увидеть? Вот если на вас посмотреть, то непонятно, кто играет в тему. Обычно те, кто играет в тему, они как-то... Да, разумеется, это же ваша тема. Я жду какого-то естественного ответа, так сказать, корпуса, головы, поворота, вместе с музыкой. Вместо этого, скорее, это какое-то упражнение будет. Пожалуйста, оживите это каким-нибудь образом. Ну да, но если с таким видом это сидеть... Нет, обязательно здесь надо... Иначе они что-то аккомпанируют, а кому, чему, непонятно. Больше жизни в этом, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok